Всем большой привет из Прованса! Вы на канале Иллина Франц. Огромное спасибо, что вы смотрите это видео! Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь! Здесь вы найдете много всего интересного о жизни в Провансе, французские рецепты, полезная кухня, жизнь русско-французской семьи. Сегодня я готовлю самый популярный у француженок и самый простой торт. Да, они называют его Le Gato. Все, что с открытой начинкой во Франции, это La Tarte. А все, что, если даже вы добавляете какие-то фрукты внутрь коржа, то это будет торт. Поэтому мы сегодня готовим йогуртовый торт. Я его называю одна баночка йогурта. Почему? Потому что этот рецепт, который француженки в первую очередь передают своим детям, так можно сказать, по наследствам. Если девочка или мальчик любит кухарить, то первый рецепт, который он делает, первый торт, который он делает в своей жизни, это чаще всего йогуртовый торт. Почему? Потому что все в этом рецепте будет измеряться баночкой йогурта. Что нам потребуется для этого рецепта? Нам потребуется 2 яблока, если они большие, если нет, то 3 яблока. Яблоки можно заменить грушами. Нам потребуется любая мука. Француженки берут самую простую муку, белую. Я беру или рисовую муку. Ну, каждый раз разнообразную. Сегодня у меня мука из пшенки и из риса. Нам понадобится любое растительное масло. Растительное масло также можно заменить сливками. Чаще всего француженки добавляют оливковое масло. Нам понадобится сахар. Если вы не хотите сахар, можете заменить сиропом или сахарозаменителем. Француженки добавляют простой сахар. И нам понадобится 2 яйца, 1 упаковочка йогурта. Во Франции это 125 грамм. Можно также брать греческий йогурт. И нам понадобится 1 пакетик сухих дрожжей. Я не использую сухие дрожжи, поэтому я буду использовать простую соду. 1 чайную ложечку с содой. И я ее загашу яблочным уксусом. Все очень просто. Сначала смешиваем сухие ингредиенты. И потом добавляем все остальное. Яблоки, я здесь уже начала, нужно будет почистить и порезать на маленькие дольки. Да, я сказала, что сначала мы смешиваем сухие ингредиенты. А потом подумала, что нам же нужно будет использовать вот эту баночку. Поэтому я сразу же добавляю йогурт в нашу чашку. 3 баночки муки. Сахара они добавляют 2 баночки, но это для детей, чтобы получилось достаточно сладко. Если вы хотите только одну баночку или половину, то можете уменьшить размер сахара. И, как я уже сказала, если вы не любите смешивать растительные жиры с животными жирами, то просто-напросто замените масло оливковое на сливки, что я, наверное, и сделаю. Сода с яблочным уксусом. И осталось нам добавить яблоки и яйца. И все хорошенько перемешать. Добавляем наши яблочки. Да, если я готовлю для деток, то я, конечно, добавляю сахар. Но если я готовлю для нас с Александром, то я могу и вообще не добавлять сахар. А потом, как всегда, сверху, кто захочет, добавит меда. Все, теперь осталось перемешать. А что-то мне сегодня захотелось добавить немного ванили. И отправляем в духовку. Отправляем в разогретую духовку на 180 градусов примерно на 45 минут. Я забыла сказать, что в этот рецепт не обязательно добавлять фрукты. Потому что, если вы хотите сделать коржи или что-то в виде бисквита, то можно просто без фруктов. Прошло 55 минут, и наш торт-пирог готов. Будем его доставать и разрезать. И посмотрите, какой он просто великолепный в разрезе. Много яблок, очень нежное тесто. Поэтому я всем советую приготовить такой самый популярный французский торт для начинающих. Всем огромное спасибо, кто остается с нами на нашем канале YouTube Elena France. И до новых встреч в вкусном, полезном Провансе. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!